Всем привет! Дорогие девушки, если вы не знаете какой смартфон выбрать, настоятельно рекомендую обратить внимание на новую модель Galaxy Note 3. Вот так выглядит у нас коробочка. В коробочке у нас есть инструкция. Вот эта штучка очень интересная. Мы можем менять перышки в эспене при помощи вот этих щипчиков. И здесь у нас по-моему 5 перышек есть таких. Я присмотрела огромное количество тестов на наш фаблет и англоязычных и наших. И ни в одном из них я не видела теста на то, как работает на солнышке наш аппарат. Наш красавчик оборудован USB портом 3.0, что позволяет очень быстро передавать всю информацию с нашего фаблета на компьютер и наоборот. И очень быстро заряжается от полной разрядки до полной зарядки. У меня уходит два с половиной часа, просто минута в минуту. Батарея у нас 3200 миллиампер в час и, как правило, она держит у меня заряд аж практически два дня. Итак, вот он наш красавчик. У нас сегодня солнышко такое на балкончике, поэтому так вот отсвечивает здорово, как зеркало. Включаем. Вот такой экран блокировки красивый. Сейчас я вам покажу, как это все можно использовать для психотерапии. вот так вот. Можно сидеть и сейчас сами все это в акварелите разбавлять. Но мы все-таки разблокируем и посмотрим, как выглядит рабочий стол. вот таким образом. Мой фаблиц версии 4 ядра Cortex 15 частотой 1,9 ГГц и 4 ядра Cortex 7, 1,3 ГГц. Я думаю, что девушкам это ни о чем не говорит. Но, возможно, меня смотрят не только девушки. Поэтому, может быть, будет интересно. 3 ГБ оперативной памяти. Камера у нас 13 мегапикселей. Основная камера. Это просто замечательное качество. Фронтальная камера на 2 мегапикселя. Тоже довольно прилично снимает. Вес всего 168 грамм. Намного легче он, чем первый ноут, который у меня был. Поэтому, конечно, для меня это просто вот как пушиночка. И привыкаешь к этому экрану очень быстро. Привыкаешь к этому размеру очень быстро. Буквально даже к первому ноуту, который был более громоздким, более тяжелым, я привыкла буквально за два дня. Samsung не выпускает кожаных чехлов для своего нового фаблета. Молодцы! Я их поддерживаю в этом. Все то, что они выпускают, оно и так очень похоже на кожу. Зато мы бережем жизнь животных. И плюс ко всему, вот посмотрите, натуральная кожа. Как она, конечно, новый чехол. Это от Samsung ноута первого у меня. Такой чехол. Он, конечно, был новый, очень красивый. Посмотрите, как он неопрятно выглядит спустя несколько месяцев пользования. Я его, конечно, и протирала, и кожа эта затирается. Выглядит, ну, просто очень неопрятно. Я не хочу больше чехла из натуральной кожи. Замечательный яркий дисплей Super AMOLED 5,7 дюйма. Разрешением 1920 на 1080 точек, Full HD. И здесь у нас 386 точек на дюйм. Плотность. То есть это очень-очень высокая плотность. И как бы, там, сейчас мы зайдем в галерейку, например, посмотрим на листочки. То есть вот, ну, очень сильно я приблизила, и, в общем-то, очень хорошая картиночка. Вот так вот. Ну, а теперь о звонилке. Очень удобная звонилка. Выходим в контакты. Мы можем группы посмотреть, какие у нас тут. Вот я выбираю, предположим, вот такой контакт. Я специально изменила номер телефона и фамилию человека, чтобы не светить. Могу сразу же войти в чатон. Вот. Сейчас мы увидим, как реагирует на входящий звонок, крышка. Снова чехла. Вот так он выглядит. И очень удобно сбросить или ответить на звонок, не открывая крышки. Думаю, что это очень удобно. Думаю, что мы отклоним вызов. Вот сейчас я вижу... О, опять 1313. Боже мой, как часто в последнее время у меня эти парные цифры, когда я включаю мобильный. Может быть, кто-нибудь мне подскажет, что это значит. Итак, при закрытой крышке мы можем увидеть... Вот мы ее приоткроем немножечко. Открывается обучий стол. Вот мы можем увидеть, что сразу же, не открывая крышки, мы видим и сколько пропущено звонков, и там сообщений, предположим. Так, еще. Вот таким образом мы можем выйти, значит, включить музыку, послушать, не открывая крышки, а добавить активную заметку. Вот, пожалуйста, все, что угодно мы можем сделать. Можем включить камеру. Вот наш эспен. Выскакивает контекстное меню. Посмотрите, какое интересное. Ну, давайте озвучим, что же это значит. Вот здесь активная заметка. То есть я могу элементарно написать, предположим, вот мне очень хотелось бы попробовать кремы Мира и найти их в своем городе, Запорожье. Вот таким образом мы пишем. Теперь выделяем это все и ищем в интернете информацию. Пожалуйста, вся информация. Вот она. Открывается. Пожалуйста, я могу прочесть все, что мне интересно об этой косметике. Далее. Есть вот такая фишка. Если мы нажимаем на кнопочку Эспена, вот она, эта кнопочка. Она как бы и не утоплена, но она, в общем, как мужчины говорят, заподлицо. Смешное слово такое. Вот, значит, мы ее нажимаем, выскакивает. Опять у нас контекстное меню. Мы можем теперь сделать вот такой фрагмент вырезать. Предположим, для того, чтобы сохранить в памяти это. Мы рисуем какой-нибудь кружочек такой. И у нас это все запоминается. То есть, как бы я вот его ставлю птичку. И теперь уже никуда эта страничка не уйдет у меня. Я могу ее найти и выйти именно вот на... Именно на эту страничку. Вот так вот. Что у нас далее еще? Нажимаем кнопочку. Смотрим, что здесь у нас. Итак, нажимаем кнопочку. Выбираем следующую фишку. Это у нас S-Finder. Значит, мы можем искать и в своем телефончике, и в интернете. Все, что мы делали, предположим, сегодня. Выбираем. Что я сегодня делала? Я сегодня искала информацию о косметике мира. Вот у меня эта ссылочка сохранилась. Я выхожу на нее элементарно. Вот, пожалуйста. Я ее очень быстро нашла. Так, спасибо. Теперь еще разик. Посмотрим, что еще мы сегодня можем найти. Что у нас делалось сегодня? Вот еще. Пожалуйста. Я записывала видео своих деток. Мне очень понравились листья винограда дикого. И я его сняла. Вот какие они красивые. Теперь следующая функция, которую SPM предлагает нам попробовать. Это вот такое вот окно в окне. Сейчас мы нарисуем вот такое. Любого размера можно нарисовать окошечко. И я могу сидеть в интернете, предположим, или все, что угодно. Я могу сидеть, читать книгу. И параллельно включить, например, YouTube. Найти свой канал. Найти чей-то канал. Пожалуйста. Вот очень быстро все это работает. Можем еще раз открыть, предположим. Ну, все в обзорах показывают калькулятор. Не будем повторяться. Мы можем открыть чатун, например. И закроем его. То есть, вот такая фишка интересная. Теперь, что очень мне понравилось и понравится всем девушкам, всем женщинам. Вот у нас есть такой тренер по ходьбе. Не просто тренер по ходьбе. Это приложение называется... Давайте я, наверное, вначале покажу, как его найти. Вот оно у нас. Это не просто тренер по ходьбе. Это... Итак, мне безумно нравится вот эта вот штучка. Смотрите-ка. Сейчас нам барометр и термометр покажут, какая влажность и какая температура у нас на балкончике. При закрытом окне. А потом мы это сделаем еще при открытом окне. Смотрите, насколько все это точно. Вот показывают мне, что температура высокая, некомфортная. То есть, желательно было бы проветрить уже. Но и влажность низковатая. А теперь делаем следующее. Эспен на место. Любой стороной. Вот он у нас, смотрите, он четырехгранный такой вот, как огромный, длинный параллелепипед. Так. Мы его вставим. Любой стороной его можно вставлять. Очень удобно. Этого не было в ноуте первом. Сейчас замечательно быстро можно достать. Так. Смотрим уровень комфорта за бортом. Сейчас нам расскажут, какая температура, какая влажность. Ну вот, пожалуйста, 22 градуса нам показывает 53%. Сейчас хочу показать такое интересное приложение, которое называется Story Album. Итак, в этом альбоме мы можем сохранить все, что угодно. Какие-то странички из интернета, какие-то свои фотографии, какие-то видео. То есть, оформить это все в виде альбома. И выглядит это вот таким образом. Я сделала только один альбомчик пока. Вот, я создала альбом осень 2013. Вот так, чтобы было все на весь экран видно нам. Вот таким образом все это выглядит красиво. Это обложка альбома. И вот здесь уже фотографии, которые я загрузила. Видите, как пятнышком таким выделяется участок, на котором мы можем написать все, что угодно. Мой любимый рыжий кот у меня здесь. Здесь у нас наши веселые прогулки. И осень – это мое время года. По-моему, очень приятное приложение такое, которое я однозначно буду использовать. Но сейчас мы послушаем музыку. Вот у нас список песен. Списки воспроизведения. Избранные популярные файлы. Последние файлы. Альбомы. Исполнители. Ну, давайте популярные файлы. Быстро очень листается у нас все. Кстати, музыка, написанная моей дочерью Кристиной. Сейчас попробуем голосовую команду. Играть. Все работает. Играть. Вот наши активные заметки. Открываем, смотрим, что мы загрузили сюда и написали. И фотографии поставили. Можно видео, можно музыку. Вот, пожалуйста, воспоминания добавим. Все это можно увеличить, посмотреть поближе. А это запись к стоматологу, чтобы я не забыла. Все это тоже в календарике нужно отметить. Будильничек напомнит о том, что есть у нас какие-то события, о которых не нужно забывать. Очень полезная штучка. Выглядит вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok